Идет токировка рассады перца. Это гибрид фламинго. Действительно достойный гибрид. Уже много лет его в нашем регионе выращивают. Но в первую очередь он ценится тем, что действительно отличного товарного качества плоды. И что он очень ранний, поэтому его достаточно много выращивают. Мы, кстати, вчера были в сторону Сарагача, ездили в Абай. И там тоже в парниках очень много рассады фламинго выращивают. Тоже снимали видео. Ну вот здесь вот идет именно пикировка из ящиков высадков. Такие уже, как видите, достаточно большие стаканчики. И до самой высадки рассады в грунт, в теплицу будут они стоять, расти в таких вот стаканчиках. Это очень правильно, что объем грунта большой. Достаточно долго можно держать. И как видите, здесь торфом все заправлено. То есть грунт хороший. И хочу отметить, что здесь вот, кстати говоря, температура неплохая. Вообще уголь сейчас стоит достаточно дорого. 17-18 тысяч за тонну. И, к сожалению, не все держат оптимальную температуру. Как в рассадных отделениях, так и в теплицах своих. Но в этот момент, да, кто... Либо у кого-то такое отопление, да, система отопления, вроде как они изо всех сил топят. Но температура нужная не достигается в теплицах. Для того, конечно, такая рекомендация. Это, как мы уже говорили, в теплицах грунт должен быть, там мульчирующая пленка. Потому что она... Ну, тоже про мульчирующую пленку много мы снимали, показывали, для чего она нужна и как она действует. Именно для того, чтобы поднять температуру в корневой зоне растений. Это первый момент. И, конечно же, если не удается держать оптимальную температуру, это обязательно нужно давать натурамин. Потому что, во-первых, он действует как антистрессовый препарат. То есть, как от повышенных температур, так и, что важно, от низких температур. И, конечно же, это вы даете аминокислоты. Аминокислоты – это строительный материал для растений, который им не самим приходится синтезировать. И они получают уже в виде удобрений, используют эти аминокислоты. И, конечно же, им легче расти и развиваться. Поэтому натурамин действует как на вегетативную массу, так и на корневую систему. Очень важно давать, особенно если, как я уже сказал, не получается оптимальную температуру в теплице держать. Плюс у кого угольное отопление, помимо того, что уголь дорогой, еще в отличие от газа, обычно бывает в таких теплицах, где угольное отопление, колебания. Когда сильно топят хорошо, температура может подняться. Когда где-то чуть-чуть прозевали, не подтопили, котел остывает и, соответственно, температура тоже может падать. По-хорошему, конечно, такого быть не должно, но человеческий фактор никто не отменял. Такое бывает. Конечно, тоже натурамин в таком случае помогает избежать сильных проблем, немного выравнивает растение более адаптированное, стрессу становится. Конечно, это нужно давать заранее. То есть, когда уже растения молодые, 2-3 листочка появляются, в принципе, даже в такой фазе. Расход будет совсем маленький, как понимаете, да, вот в рассаде растения стоят плотно, можно опрыскивать. Можно даже опрыскивать, когда они еще стоят в ящиках, там совсем расход будет маленький, как понимаете, растения очень плотно стоят. Опрыскали за день до пикировки, все распикировали, они уже адаптированы, и все равно какой-то стресс происходит. Когда с ящиков высаживаете, ящики все равно стоят в более лучших условиях, потом, вот потому что они стоят на стеллажах, да, и там чуть теплее, потом опускается все равно около земли. В таких вот условиях тоже температура чуть пониже на 3-4 градуса. Поэтому тоже желательно, конечно, натураминного опрыскать. Но это наши рекомендации, да, которые мы даем. Не все их используют, но, как я уже говорил, мы никогда не говорим, что вот когда показываем какие-то видео, что здесь все делается идеально, да, или то, что как мы показываем, это именно так нужно делать. Нет, мы показываем, как делают фермеры, ездим в Сарагач, в Абай, здесь в Сараме снимаем, как на практике многие делают. Конечно, в идеальной, там, по науке какие-то данные, они отличаются, но мы делимся опытом, и, как я уже сказал, не являемся истиной в последней инстанции. Показываем, как люди делают, и что у них из этого получается. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.